Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Я Надежда Постовая, рада приветствовать вас в студии программы «Серьезный разговор». Сегодняшний выпуск, наконец-то, будет о несерьезном, потому что общение с нашими гостями, которых мы пригласили сегодня, я надеюсь, будет насколько веселым и находчивым, настолько же и полезным для всех вас. А еще и надеюсь, что представлять тех, кто сегодня пришел к нам, особо не придется, но я все-таки это сделаю. Ну, думаю, что этих ребят знают многие в нашем городе и районе, и не только. Итак, это Дмитрий Парахин, Артем Павловский, Вячеслав Ткаченко и Олег Смольников. Добрый вечер! Добрый вечер! И сразу хочу предложить вам, ну, как бы, вашему жанру, вот, небольшую разминку. Давайте сделаем небольшую такую мини-презентацию, кто есть кто, кто пришел к нам сегодня. Сделайте это, пожалуйста, сами. Кто начнет? Я, насколько я понимаю, нужно вкратце охарактеризовать каждого из членов команды. Давайте скажу о себе, так всегда интересно. В двух словах. Я о себе, значит, начинаю. Давай. Кудрявый молодец. Дальше. Так, ну... Тоже кудрявый. Тоже кудрявый, да, кудрявый молодец. Ну, скажу правду, вот, вспомним сейчас о совпадении. Я, сценический образ Арбуз, вот, у меня так совпало, что там, откуда я вообще сам, где проживаю, прописан поселок Стрелка, там проводится фестиваль сейчас, Арбузный рай. Да, и даже собрали ставить памятник Арбузу. Вот такое совпадение очень интересное получилось. Я решил сегодня сказать правду. Умный, красивый. Это я про Славу. Ну, а я, конечно же, скромный и корова. Это был Артем. Это был Артем. Давайте начнем хотя бы с Игоря. Олег Игоревич Смольников. Я здесь начну сама вашу мини-презентацию. Он у нас сегодня в двух ролях, в отличие от остальных, кто приглашен. Да, спайдермен и крыса, как это было. Да, он у нас начальник управления по делам молодежи и... И спайдермен и крыса. Все-таки назначили, да? Все-таки назначили. Все-таки назначили. Ну, я начну с того, что я в совершенстве обладаю кунг-фу, и все. Но твое кунг-фу хуже, чем наше кунг-фу. Здорово. Итак, презентация состоялась. Нашим зрителям делать оценку. И я думаю, вы сделаете буквально в скором времени, потому что формат нашей программы, как всегда, это прямой эфир. Телефон у нас прежний. 411-51 и 8-918-235-19-29. Успейте дозвониться и вот этим молодым людям задать свои вопросы, может быть, высказать пожелания. Ну, а пока начну я. Сегодня у нас в гостях вот четыре человека. Насколько я понимаю, это не вся команда, потому что у нас просто... Возможно, наши студии не позволяют пригласить вас всех. Расскажите, кто вот расскажет о тех, кто у нас сегодня остался за кадром. Сколько у вас человек в команде и кого сегодня здесь нет. Давайте попробую я начать этот рассказ. Да, действительно, мы не все сегодня здесь у вас в гостях. Также у нас есть и Рома Хамкалов, наш замечательный парень, спортивный, очень умный, одаренный, талантливый. Виталик Попов также сегодня не пришел. Также у нас есть звукооператор замечательный, Владимир Добров, я могу сказать его отчество, Николаевич. Потому что он, ну, тоже одна из составляющих очень важных в нашей команде. Немножко хотелось бы, знаете, сказать, вот сейчас Слава начал говорить о том, что он арбуз, да, вот те персонажи, которые мы используем в своем выступлении. Тем зрителям, которые не имели возможности видеть наши игры, я хочу сказать, что команда выступает в очень своеобразном стиле. Конечно, кому-то этот стиль нравится, кто-то не очень хорошо о нем отзывается, но надеемся, что понравится. Равнодушных нет. Но равнодушных нет, да, это очень радует. И вот на самом деле, как-то так получилось так, что мы разбили на персонажи наших игроков, игроков нашей команды. Абсолютно это получилось спонтанно, неосознанно, случайно вышло так, что... Персонажи выбрали вас? Получается так, получается, что персонажи выбрали нас. Да, у Артема, вот Артем у нас выступает в костюме такой замечательной долматовой коровки. Это моя гордость. Да, это его образ. С рыжими рожками. Совершенно верно, с рыжими рожками. Но мы совсем забыли рассказать про человека, который никогда не выходит из своего образа. Это мега-кукуруза, который сейчас прячется в рубке. Я думаю, мы до него дойдем сейчас. Вот, вышло так, что Артем несколько лет носил фамилию Коровин. И, может быть, поэтому у него костюм коровы. Слава рассказал уже историю своего образа, историю своего костюма. На самом деле, мы не выбирали персонажей. Мы на самом деле, просто вот какие были костюмы у нас, да? Да, за это огромное спасибо нашему Думу культуры и техникуму. Да, мы зашли в костюмерную и вот сразу вот он, да? И, собственно, честно говоря, я его слепила из того, что было. Вот так получилось. Вот, но, получается, получилось так, что наши костюмы нас одолели, в конце концов. И, действительно, они выбрали нас. Слава из стрелки, где фанатеют от арбузов, скажу так. Артем вот несколько лет носил фамилию замечательную, графскую Коровин. Виталий Попов тоже очень интересно. Он, на самом деле, такой очень смазливый мальчишка, и он у нас один, да, выходит. И дело в том, что еще буквально вот в этом году, насколько я помню, в третью школу, в которой он учился, за которую играл, сделали школу имени Суворова. Да. В костюме, который... Ну, после того, что сделали имени Суворова, теперь по всей третьей школе развешаны огромные плакаты с изображением Суворова. Вот. Может быть, совпадение. У Смоленков понятно, что Человек-паук. Все не просто так, получается. Ну, дело в том, что, да, Человек-паук у нас как появился? Это был костюм маленького 7-летнего мальчика на Новый год. Вот. Я... Через меня прошли образы и Снеговика, и Человек-рояль, и Человек-крыса, и Человек-паук в Сочинском фестивале. Рады, что Человеком-таки остался. Да, ну, Человеком пока не вытрясли. Ну, в общем, Олег ищет себя. Да, я еще ищу себя. В общем, вышло так, что... Я себя потерял. Как вы очень хорошо сказали, что костюмы выбрали нас. И почему-то это... Мы срослись с ними, с этими костюмами. Сегодня пришлось операцию по-живому. Да. Особенно на кукурузу. Особенно, да, кукуруза. Потому что он настолько вжился, что не смог прийти, и он просто не помещался сюда. Мы выпадаем из формата. Я сегодня в самом начале сказала, что мы сегодня поговорим. Серьезно все-таки, а не серьезно. Поэтому вот хочется согнать улыбку с лица и задать вам следующий вопрос. В КВН, наверное, вот играл, ну, буквально каждый. Или там в детском саду, в школе, или потом в каком-то учебном заведении, или уже на работе. Ну, об этой игре знает любовь в нашей стране. Вот хочу особо отметить в нашей стране, потому что изобретение, это вот не пришло из Запада, а это вот наше. А что вы знаете об истории того, чем вот так занимаетесь увлеченно и много? Можно, да? Вы знаете, да практически о КВН в принципе можно говорить очень долго. Знаете, об истории? А всем, вот и об истории КВН можно говорить. Юбилей, юбилей. Можно говорить, да, этот год будет юбилейным. КВН 50 лет. Несложно посчитать, в каком году зародился КВН. Он и закрывался, он и открывался. И родоначальники КВН, они очень хорошие люди. Они молодцы на самом деле. Я передаю тебе слово. Кто-то еще, хронологию событий. Ну, хронологию здесь, ну, все 50 лет рассказывать, конечно, трудно. Ну, можно сказать, что хронология больше, за которой следил зритель, то есть менялся сам какой-то формат выступления КВН. Раньше это была больше такая основная, в основном сатира. Сейчас это уже начинает больше перераслать в такой уже продукт шоу. Ну, немножко жанр как бы. Да, меняется жанр, жанр варьирует. Жанр варьирует. И вот вы абсолютно верно сказали, что КВН это передача, которую придумали в России. Это исконно русская передача, хотя в эту игру играют, как показывает опыт во всем мире. И не только в ближнем зарубежье. И не точно, да. Но и в дальнем-дальнем-дальнем зарубежье. И где угодно. Играют в КВН и школьники, и не школьники еще даже. И взрослые люди. А вот сейчас в высшей лиге есть команда МЕМП, да? Который играет человек, которому... Да, ну, который уже дедушка, грубо говоря. Очень смешно было, когда вот в этом году в Сочи на банкете с Александром Васильевичем собирают команды высшей лиги и банкет. Когда этот человек вышел из этой команды, из Московска, а их взяли в высшую лигу играть. Когда он вышел, Александр Васильевич сказал большое спасибо за то, что он в 60 лет попал в высшую лигу. Ну вот, понимаете, то есть КВН понятие безграничное, играть в него может кто угодно. И у него огромная история, очень яркая, интересная, насыщенная. И, конечно же, сам стиль КВН, он варьирует. Раньше, Слава правильно сказал, раньше была это больше сатира, это больше был, скажем так, больше... Острополитический, остросоциальный юмор. Ну, сейчас как бы там тоже политики хватает. Ну, конечно, хватает, хватает. Потому что о чем шутят КВНщики, то и происходит в стране. Некоторые люди так говорят. Я думаю, а наоборот. КВНщики шутят о том, что происходит, нет? Ну, да. Мы это имели в виду, предрекают. Замечательно. На самом деле, если об истории еще можно добавить, мне кажется, что у каждого города, тем более у такого КВНовского города... Нет ли такой идеи про нашу историю? Тем более у такого КВНовского города, как наш, тоже есть своя история, которая начиналась еще давным-давно, когда мы еще были, наверное, мы еще были школьниками в свои... Ну, начнем с того, что мы все вышли из школьных команд КВН. Да, кроме меня. Я в студенческие годы начал играть, но не потерял, мне кажется, ничего. Ну, даже, может быть, каждый даже приобрел. Начиналось у нас все давно-давно, когда ребята еще играли в школьных командах КВН, в школьном КВНе. Потом у нас была команда КВН «Синяя птица», которая определенных тоже успехов добилась. И, собственно, мы все... Это из ГПИ. Да, на базе из ГПИ у нас была эта команда создана. Это еще Татьяна Алексеевна Мадорская. Это была как театральная студия. Потом это переросло в команду КВН. Потом попали туда мы. Вот это вот поколение менялось, менялось, менялось. И, собственно, вот на студенческой лиге у нас в городе все как бы и держалось в основном. Потом произошел какой-то переломный момент. И у нас образовалась...